Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Мир не изменится, если мы не начнём с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком. Программа «Зелёная лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зелёную лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-3-0-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, День добрых дел на Радио Болтком. Буквально вчера был Международный день добрых дел. А у Болткома этот день каждый вторник. Назначен нами, потому что в эфире программа «Зелёная лампа». Это программа о тех, кому нужна наша помощь. И для тех, кто хочет помогать. И ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И наша гостья помогает сегодня включать нам «Зелёную лампу». Писатель и журналист Даля Трускиновская. Даля доброе утро. Ну, доброе утро. И не случайный гость у нас сегодня, потому что помогаем. Вы сейчас всё поймёте. Помогаем мы сегодня журналисту Игорю Мейдену, нашему коллеге, можно сказать, бывшему, которого очень многие очень хорошо знают. С ним случилась беда осенью 2019 года. Его избили на концерте группы «Алиса» в Риге. Он прошёл невероятно сложный период восстановления, сложные операции, когда его вытаскивали буквально с того света, 8 суток в коме. И из-за черепно-мозговой травмы был на волосок от гибели. И в итоге паралич левой части тела получил наш Игорь. Но мы уже делали однажды программу «Зелёная лампа» в помощь Игорю. И тогда спасибо вам. Благодаря вашей поддержке были собраны средства на курс интенсивной реабилитации в медицинском центре «Адели» в Словакии. Это очень хороший центр. Туда ездили многие наши герои нашей программы. И там Игоря заново учили говорить, улыбаться, шевелить пальцами, двигаться, ходить с роглатором. Это всё было очень трудно, долго. Также он перенёс пластическую операцию, прошёл курсы реабилитации и в Латвии, в Айворе и в Лигатное. И сейчас он ежедневно занимается тренировками неработающих мышц. Это очень большой прогресс произошёл в восстановлении его здоровья. Но сейчас срочно нужны деньги, чтобы продлить курс реабилитации на специальных вибрационных тренажёрах. То есть сейчас вот тот момент наступил, когда такой переломный, можно сказать, когда решается, сможет ли Игорь самостоятельно двигаться, ходить и жить нормальной полноценной жизнью, чтобы не пересесть ему обратно в инвалидное кресло. Поэтому мы ещё расскажем подробнее. Вся программа сегодня посвящена ему. И напоминаем, что наш телефон 93006384, евро 42 цента за звоночек. Он работает всю неделю в помощь Игорю Мэйдену. И гость нашей программы, журналист и писатель Даля Трускиновская. Даля тот человек, который, в принципе, Игоря много-много лет назад за ручку привёл в журналистику. И Игорь считает вас Даля своей крёстной матерью в профессии. Вот расскажите, пожалуйста, как вы познакомились, и как сейчас выглядит вообще вот эта вся ситуация с Игорем? – Ну, познакомились мы достаточно случайно. Игорь пришёл в редакцию газеты «Земля Балтии». Ну, а мне стало интересно, потому что пришёл такой высокий парень, вёл себя… – Очень высокий. – Очень высокий. Вёл себя, ну, для меня непривычно, до этого как-то не сталкивалась с рижскими неформалами. И мне стало интересно, что вообще из него можно сделать. И был такой забавный момент. Я ему дала задание. Когда в Риге открывался, по-моему, клуб «Некст», я не уверена в названии. В общем, поскольку он в этой тусовке варится, я так подумала, что он мог бы написать про открытие клуба. Приходит Игорь. Я спрашиваю, ну, где материал, а он не знает, как написать. – Ну, ладно, – говорю, – пошли к компьютеру. Я сошусь перед компьютером и говорю. Ну, что, собственно говоря, произошло в тот вечер? И он мне говорит, ну, открылся клуб «Некст». И я печатаю. На экране возникают буквы. Открылся клуб «Некст». А что ещё там было хорошего? Ну, участвовали многие группы. И я пишу, участвовали многие группы. Он смотрит, как на экране появляются буквы, и он понимает, что писать нужно так же, как говоришь. Его осенило. И после этого он стал писать и расписался. – То есть азы профессии он получал у вас. – Да, так вышло. – Ну, вообще, многие читатели… Он работал в разных редакциях за эти долгие годы. Наверняка, даже если не смотрели на автора, да, но читали его публикации, у него огромное количество очень интересных публикаций из его путешествий. – Да. – То есть он объездил вообще полмира, но у него к путешествиям интерес такой, так как он, по сути, вот неформал, как он был в конце 80-х, неформал. Так, в общем-то, и по отношению к действительности в любое десятилетие он тоже оставался неформалом. Его интересовали в путешествиях в основном места силы, места каких-то там метафизических открытий. И сейчас, Игорь, когда он оказался совершенно обездвижен для того, чтобы каким-то образом себя… Вот у меня такое вот сравнение возникло, что он как Мюнхгаузен, когда, помните, как нужно вытягивать себя, нужно за косичку. А у Игоря, кстати, волосы длинные, он как неформал носит хвостик, вот как будто он себя за этот хвостик и вытягивает. И он начал собирать свои ощущения, впечатления и публикации о путешествиях. И сказал, что рукопись это он практически закончил, ну, не рукопись, а на компьютере файл, и передал Дали Трускиновской, чтобы она посмотрела и оценила. Вот как вам этот его труд? Ну, труд, в общем-то, глобальный, ничего не скажешь. И действительно очень интересно читается, потому что он там общался с, мягко говоря, неформалами. Он общался с шаманами, ему это было интересно. Но он там залезал к каким-то тайным жертвенникам шаманским, к каким-то буддистским и шаманским святыням лазил. В общем, куда он там только не лазил. И читать это действительно очень интересно, очень увлекательно. Он там ещё и с травниками познакомился, травы вместе с ними собирал, купался в каких-то священных озёрах. То есть человек очень много повидал и очень интересно обо всём этом написал. И вот я думаю, как сделать, чтобы эту книгу опубликовать? В Риге-то, наверное, не найдётся желающих. Ну, это надо искать, конечно, да. Надо подумать. А мы были у него в гостях вот несколько дней назад, и он заварил чай нам из трав, которые он собрал, Иван-чай, на берегу реки Иртыш. И на стене висит фотография вот этого розового поля, где цветёт Иван-чай. Он говорит, вот это конкретно вот отсюда. В общем, у него, конечно, он... Со стены в чашку. Да, удивительного какого-то такого душевного, духовного настроя человек, потому что если бы не это, то та ситуация, в которой он оказался, в общем-то, могла завести его просто в тупик. Можно я встряну? Вот мы давайте не будем запугивать наших слушателей словом «неформал-неформал», которое просто звучит, потому что на самом деле Игорь – это добрейший человек. И вот мало мы встречали таких людей вот с таким принятием мира. Он открыт всему миру, абсолютно открытая душа, и вот всё, что он писал о своих путешествиях, это было с очень большой любовью написано. То есть, да, он излазил там всякие загадочные места, уголки там любые, то есть, его ничто не останавливало. Но это с таким интересом, это считается очень интересно. И я вот вспоминаю, мы когда в редакции работали, он вёл цикл, приносил каждую неделю большие статьи с прекрасными своими же фотографиями по Латвии. Это была рубрика «Неизвестная Латвия». То есть, он ездил по Латвии сам, вот на поезде, на автобусе, там на велосипеде, на чём угодно. Вот, и ходил пешком, и обходил там и водопады, залезал в какие-то пещеры, тоже там места силы находил. И потом это приходил, и бережно очень писал, и это очень интересно. И мы вот сами очень много узнали о Латвии именно от Игоря. Вот поэтому, да, вот такой человек. И, конечно, это, как вот Оля начала говорить, да, вот это вот его интерес к миру, к жизни. Вы знаете, мы всегда убеждаемся, мир, он взаимностью отвечает. То есть, он попал в такую жуткую ситуацию, да, но сразу образовалось огромное количество людей, которые хотят ему помочь. И мы верим, что и сейчас нам удастся вот этот телефон наш повторять будем бесконечно сегодня в программе. 9-3-0-6-3-8-4, евро 42 цента за звоночек. Каждый звонок полетит в помощь Игорю Мейдену, чтобы оплатить очень серьезный и важный курс реабилитации на вибрационных тренажерах по индивидуальной программе. Там еще регулярные занятия с тренером отдельно, да. Их надо обязательно продолжать. Но это все очень дорого. Стоимость годовой программы 8 тысяч евро нам нужно собрать. Поэтому, ну, вот реально каждый звонок важен. А если кто-то может помочь более существенно, то в публикации на сайте MixNews.lv и в рубрике «Зеленая лампа» и на наших страничках в социальных сетях «Зеленая лампа» и «MixNews.lv» на Фейсбуке там есть публикации, и там есть счет, который открыт в благотворительном фонде Be Open. Мы с ними сотрудничаем давно и очень хорошо. И деньги, отправленные по этому счету, с них не берутся никакие проценты, никакие отчисления. То есть все полностью там аккумулируется, скапливается и пойдет на оплату занятий Игоря. Вот когда Игоря выписывали из больницы, то его друзьям, которые его забирали, сказали, что... Врачи сказали, что, ну, в лучшем случае, через год, если он сможет сам, самостоятельно с кровати перебираться в инвалидное кресло, это будет большое достижение. И вот он тогда это услышал и внутренне решил для себя, что нет, этого не будет, такого не будет. И то, что мы сейчас говорим, что вот это вопрос денег, да? Но если бы у него не было вот этого решительности, огромного трудолюбия, потому что это вот по несколько часов в день разрабатывать какую-то одну мышцу, один рефлекс, то есть это у него же были нарушены все эти нейронные связи, которые дают сигналы. То есть там огромный комплекс этих реабилитаций, но это огромный труд через боль, через слезы. И несмотря на то, что он вот улыбается, он шутит, у него были моменты, когда просто хотелось остановиться уже и в отчаянии просто опустить руки. Вот Даля, он сказал, что вы его очень поддерживали. А куда мне было деваться? Поддерживала. Причем, возможно, какими-то жесткими мерами. Я, когда он скисал, напоминала, что у него на чердаке стоит инвалидная коляска. Если он по ней соскучился, приедем с ним. И знаете, как это действовало. Он не скучает по инвалидной коляске, он старается двигаться, ходить, он ездит на тренировки. И тем более, что ему дома приходится заниматься животными, и не только животными. У него же коллекция кактусов. То есть человек не сдаётся, человек работает. Одной рукой. Одной рукой. И даже удивительно. И одна нога у него. Он научился ходить, но левая нога, она волочится по полу. То есть он опирается направо. У него есть такая палочка специальная, типа клюка. Это называется квадропод. Вот. И он живёт в однокомнатной квартире в Чикуркаунсе, а на чердаке это просто... На пятом этаже. Он живёт на пятом этаже. Вот ещё сложность была в чём, когда он говорит, я представил, что я могу остаться в инвалидной коляске, живя на пятом этаже. Вот. И он принял для себя решение, что нет, это для него невозможно. И вот он сказал, да, что у меня она стоит там на чердаке. И пылится, и я не намерен, не хочу я с неё снимать пыль, чтобы снова в неё опуститься. А сейчас действительно у него такой переломный момент. Почему вот он снова обратился за помощью? Переломный момент, когда нужно, чтобы не было отката назад, чтобы он не плюхнулся обратно в эту коляску. Вот нужно обязательно продолжать эти физиотерапии, реабилитацию, специальные занятия, вибротренажёры. Там есть такой трогательный момент, что когда впервые он пришёл заниматься на эти вот вибротренажёры, которые восстанавливают, ну, послеинсультное состояние, его скотчем тренер приматывал к этому тренажёру руки и ноги, потому что они у него как верёвочки соскальзывали или не работали. Сейчас он, конечно, огромный молодец. Если мы вот сможем ему помочь, он верит, что ещё он в свою любимую Индию съездит. 9-3-0-6-3-8-4. Евро 42 цента за звоночек в помощь Игорю Мэйдено. И да, да вот для меня это история, что не надо сдаваться, и вот то, что вы дали, рассказали, что нужно поддерживать. То есть иногда человека нужно просто встряхнуть, да, где-то погладить по голове, ну, быть рядом. Самое главное, быть рядом. А Игорь, вот он молодец. Меня тронул такой момент, что вот три недели назад, после всего, что он прошёл, три недели назад у него дебют состоялся, он научился ходить в транспорт. Это большая победа. Вы представляете? Это было при мне. Расскажите. Причём очень ловко залезает в этот транспорт. Мы встретились в городе, вот он мне показал, как он садится в трамвай. Я даже удивилась, как это у него получается. Он репетировал, отрабатывал, и он даже звонил в Рига Сатексме, консультировался, как вот ему, как на какую кнопочку нажать или постучать в стекло, чтобы водитель как-то ему помог. Но сказал, что нет, с водителями вот эта система как-то не работает, вот, и он исхитрился как-то сам вот. Очень ловко залез. То есть я просто удивилась. Ну, естественно, он опирался на квадропод, естественно, рабочая нога у него правая, но с левой ногой там уже он просто подвиг совершил. Она стала двигаться, она стала сгибаться в суставе. То есть всё это зависело от напряжённых тренировок. Это не просто так далось. Она не сама у него стала оживать. Это постоянное-постоянное занятие. Что ему ещё помогает? У него дома, в этой маленькой однокомнатной квартире от пола до потолка вся стенка в книжных полках. У него сохранены все собрания сочинений, которые вот многие, мы знаем, при переезде наши друзья отдают куда-то или пытаются сбагрить кому-то. У него все книги сохранены. И вот он сказал, что так как Сибирь – это его такая любовь, и ему не нравится вот этот стереотип, что Сибирь – это вот как звезда пленительного счастья, фильм, да, это место, куда ссылали декабристов, вообще вот место ссылок. Это невероятное место, это место силы, это метафизика, это другая планета, другая атмосфера. Он перечитал дважды за это время собрание сочинений Шишкова. Девять томов. Девять томов дважды. Со своей любовью. Сейчас далеко не все знают, кто такой Шишков. Нет, но читать-то он всегда любил. Это у него древнее, давнее хобби. А то, что он теперь перечитал Шишкова, мне кажется, что это только ему на пользу пошло. Да он не только Шишкова читает. Конечно. Он все что угодно может перетащить домой и читать. Сейчас у него в планах, значит, по сибирской теме капитанскую дочку, очень внимательно он хочет еще раз пройти. И он фанат Гребенщикова с давних-давних времен. И сейчас он читает Бхагавадгиту в переводе Гребенщикова. Говорит, что это книжка, кто интересуется этой культурой и кто любит Гребенщикова, это очень хороший перевод. 9-3-0-6-3-8-4. Телефон, стоимость звонка евро 42 цента. Телефон работает неделю для помощи Игорю Мейдену, журналисту Игорю Мейдену, попавшему в беду. Но мы чуть позже продолжим еще разговор, рассказ про Игоря. Сейчас напоминаем, что наши гости, писатели, журналисты, Даля Трускиновская. И немножко мы хотим с ней поговорить тоже. Даля, о вас немножко. Вы очень известный писатель. И мы знаем, что вы были номинантом практически всех премий в области фантастики. И вот в 2018 году такая премия была имени Ефремова, лауреат премии, за выдающийся вклад в развитие фантастической литературы. Были в списке финалистов большой книги, получили медаль Гоголя, премию Афанасия Никитина, за достижения в авантюрно-приключенческой фантастике. И много-много-много еще наград и премий, которые мы здесь просто перечислять не будем. Потому что это очень большой список. А вот какая из этих наград вам самая дорогая? Ну, наверное, Ефремовка. Потому что она по совокупности всех моих подвигов это очень ценная медаль. То есть я за нее очень благодарна. Советую по научно-фантастической и приключенческой литературе. Она у меня дома на видном месте. И я очень рада, что вот так оценили мои труды. Ну, у вас это увлечение фантастикой в детстве же, наверное, началось. Нет, боже упаси. А когда? Как? Это была случайность. Тоже случайность? Да, у меня в жизни много случайностей. Но в одном из интервью вы сказали, что к 12 годам прочитали все книги Шекспира Сервантес и Лопе де Вега, которые были переведены на русский язык. У вас с Шекспиром какие-то особые отношения? Я думаю, что да. Потому что я очень люблю комедии Шекспира. Я с ним познакомилась. С Шекспиром, как ни странно, в возрасте, наверное, 6 лет. Дома был двухтомник Маршака, и там были переводы фрагментов из шекспировских комедий. Вот я это дело прочитала, и я поняла, что это мое. И потом я уже целенаправленно вот в Шекспире искала в библиотеках. Ну, а потом, естественно, восьмитомник купила. А переводами не пробовали заниматься? Я занималась переводами с латышского, но, как бы это выразиться, поделикатнее. Мне исходный материал не очень нравился. Даля, а если бы вам предоставили возможность стать режиссером и поставить какую-то из пьес Шекспира, вы бы что выбрали? Ну, скорее всего, много шума из ничего. Очень люблю эту комедию. Почему именно? А мне нравится там столкновение характеров. Там Шекспира-то здорово написал. А вот вы в одном интервью как-то сказали о важности вот финала, да? Что надо, если спектакль, то очень важно, как поставить финал. Если это какая-то сюжетная линия, то тоже очень важен финал. И вы, что вот в фильмах и в спектаклях очень редко, когда хороший финал. Что он заваливается. То есть у вас вот рецепт финала какой? Ну, мой личный рецепт, когда я работаю над каким-то текстом, ну, где-то вот, когда я начала и поняла, что текст тоже развивается, первым делом написать финал. Правда? Да. А потом все к нему подтягивать. Начинаем с конца. Да, начинаем с конца. Хорошо. У вас десятки, десятки книг вышли и более сотни вообще романов и повестей, да? Ну да. Даже не сосчитать. Вы с большой скоростью пишете? Как вот это происходит у вас? Ну, я могу объяснить. Когда человек, ну, не имеет другой возможности развлечься, то человек сидит и пишет романы. Ну, вы как-то не можете, не имеете возможности развлечься, но тем не менее, как вы о себе рассказывали не раз, что вы склонны там к каким-то неожиданным поступкам. И ваши герои очень активные люди, да, герои ваших книг. И там много, наверное, ваших авторских каких-то там чертов. Ну, естественно. Вот по поводу вашей любви к конному спорту, к занятиям, чем вы занимались, спортивными. Ну, я занималась айкидо, но дело кончилось плохо, я повредила плечо на кульбите. Ну, в тренажерном зале живьми жила у Феликса Сайковского. Ну, то есть, чем только не занималась. А айкидо, какие-то дамы помимо вас? Ой, там было очень много девочек. Да? Почему именно айкидо? А я просто познакомилась случайно с Александром Моснычем, и он меня позвал. То есть у вас все на случайностях построено? Ну, так получается. Далее, ну вот сколько лично вас дали Трускиновской в ваших книгах? Сколько процентов? Я стараюсь автопортретов не писать, потому что это никому не нужно. Мне интересны другие люди. Вот, то есть, значит, процентов даже трудно сказать. А вот ваша любовь к истории, она откуда началась? В детстве тоже, да? Вот в 18 век? Да, в 18 век в детстве начался. Ну, потом я стала открывать для себя и 17 век. То есть... То, о чем мы вообще мало-мало знаем. Вот расскажите сейчас, перед эфиром вы немножечко начали говорить, о том периоде, в который вы погружены сейчас. Ну, у меня сейчас любимое время, ну, примерно с 1590-х годов по 1620-е. Я сейчас ими занимаюсь. Занимаюсь историей царя Михаила Фёдоровича, занимаюсь смутой. То есть, то, что мне реально интересно сейчас. А почему именно вот... То есть, Михаил Фёдорович, это начало династии Романовых. Да. Почему именно вот этот кусочек истории вас привлекает? Дело в общем. Я написала роман «Вологодские заговорщики». Там вместо времени действия Вологда, во время смуты в Вологду тогда прибежали богатые русские купцы. То есть, они там прятались. И там же было очень много английских купцов. И там созрел заговор о том, чтобы посадить на русский престол английского царя. Этот заговор потом очень долго расхлебывали. Окончательно его расхлебали только на Земском соборе 1613 года. И вот меня всё это дело с заговором заинтересовало. Я стала собирать материалы, смотреть, что там получается. И у меня, естественно, в романе были персонажи. Иконописец Глеб, его жена Ульяна, странный человек, Митька, шахматист. Ну, тогда очень любили, кстати, шахматы. И другие ещё персонажи были. Когда я закончила роман, мне просто не хотелось с этими людьми расставаться. Ну, я стала смотреть, чем они дальше занимались. То есть, это приключения и детектив, и исторический роман? Да, детективный момент там всё время есть. А как вы... Вот вы сказали, я начала собирать материал. Как вы собираете материал? Вот эти сюжеты, то есть, они не нафантазированы, они же базируются на реальных каких-то исторических фактах. Ну, я как Дюма. Он же сказал, что история для него гвоздь, на которую он вешает свою картину. Я стараюсь, чтобы тот гвоздь был очень-очень основательный. Для меня главное всё-таки люди, исторические характеры. Ну, и как эти характеры развиваются, в какие ситуации попадают. А где вы материалы берёте? То есть, архивы какие-то? Господи, да кто меня пустит в архивы XVII века? Я только раз в жизни держала в руках столбцы XVII века. И то в Казани. Мне дали просто подержать в руках и следили, чтобы Божия употея как-то их не повредила. То есть, это какие-то открытые источники, учебники, публикации? Дело вот в чём. Сейчас есть интернет. И очень многие серьёзные учёные вывешивают свои статьи именно в интернете. Там есть очень серьёзные исследования. Я просто уже наловчилась их искать. Исследования людей, которые реально работают в архивах. И ими я пользуюсь. Серьёзными историческими статьями, не учебниками. Ну, то есть, сейчас период истории, если бы была возможность вам лично перенестись куда-то. Это вот XVII век, да? Да, XVII век, но ненадолго. Нет, ну, там интересно, конечно, было. Там интересные люди, интересные конфликты. То есть, там нереально интересно. И у меня даже есть исторические пьесы. Одна написана как раз по концу XVI, начало XVII века. Её в Москве поставили. Так что, ещё я буду над этим работать. Даля, а вот у вас много псевдонимов разных, да? Да. А как вы их придумываете? И почему именно эти? Вот Дарья Плещеева, Мариана Винтер, Ирина Юшкова. Ещё, наверное, есть. Ясно. Это вы на фонт-лабе побывали. Да, да, конечно. Объясняю. ВИД – это мой самый старый первый псевдоним. Я тогда очень увлекалась балетом. И мне нужен был псевдоним для журналистских дел. Ну, я стала думать, какой же можно найти псевдоним, чтобы у него была связь с балетом. И меня осенило. Пляска святого Витта. Если святой Витт плясал, когда мы узнали, из какого сора. Да. Да, интересно. Но это самый, наверное, такой частый. Да. Самый ходовой псевдоним. Первый, самый ходовой. Мы напоминаем, что наша гостья сегодня писатель и журналист Даля Трускиновская, которая очень давно и очень хорошо знает героя нашей программы, журналист Игоря Мейдена, с которым случилась беда, и мы сейчас просто хотим рассказать о нем и о том, что ему нужна помощь именно сейчас, чтобы он реально встал на ноги, твердо, уверенно мог двигаться, ходить и преодолел последствия очень тяжелой, очень тяжелой ситуации, которая с ним произошла. Телефон 9300-6384, евро 42 цента за звоночек, всю неделю работает в помощь Игорю Мейдену. Далее, вот мы знаем абсолютно точно, как трудно человеку обращаться за помощью, особенно мужчинам, кстати, да, то есть преодолеть себя, попросить помощь у незнакомых очень часто людей, да. Как вот вы к этому относитесь? Надо просить помощи или надо, вот здесь такой вопрос, которым много дискутируют. Я думаю, что на сей предмет мудро сказано в Евангелии, толчите и отверзется, то есть стучите и вам отворят. Бывают ситуации, когда не нужно становиться в позу, а нужно просто обращаться к людям. Ну и с другой стороны, насколько вот мы знаем вот из практического опыта нашей программы, люди очень благодарны за то, что им дают возможность помочь, потому что желание помогать у каждого нормального человека есть где-то глубоко внутри. Да, совершенно верно. И не всегда они знают, что делать с этим желанием. И вот Игорь очень-очень настоятельно просил передать огромную благодарность всем, кто откликнулся, когда в прошлый раз, уже вот, когда он пришел в себя после трагедии, мы открыли проект и собрали ему деньги на поездку в Словакию в реабилитационный центр Адели. Потому что, если бы этого не было, то не факт, что он стал бы с инвалидной коляске. И плюс, смотрите, еще пандемия началась, то есть вообще все завертелось в какой-то такой клубок, все очень сложно было, но ему удалось. Спасибо вам большое. И раз мы заговорили о благодарности, мы хотим итоги недели прошлой озвучить. В прошлый вторник, ровно неделю назад, мы рассказывали историю шестилетнего Ванечки Алексеева, которому нужна была помощь для оплаты годового курса аботерапии, чтобы он смог заговорить у него проблемы после родовой травмы, то есть ребенок хочет говорить, но не может, но подвижки есть. И вот аботерапия именно тот вариант, который реально помогает и приносит результаты. И спасибо всем большое. Звонками и перечислениями на счет для Ванечки собрано 5 319 евро. И сделано в том числе 1164 звонка на сумму 1454 евро. все эти средства пойдут на оплату курса годового аботерапии. И собрано на самом деле больше, немножко больше, чем было заявлено. И все эти деньги, которые свыше поступили на счет, тоже пойдут для Вани на оплату каких-то дополнительных курсов и занятий. Мы очень надеемся, что в ближайшее время, через какое-то время мы сможем вам рассказать, какие подвижки произошли в здоровье этого чудесного совершенно мальчика. Спасибо всем большое. Вы делаете очень доброе дело, даже не зная лично ни человека этого, ни ребенка этого, ни семью эту. Протягивайте руку и результаты, мы видим эти результаты. Спасибо всем большое. Ну а сегодня наш телефон 9300-6384 работает для Игоря Мэйдена и гостья наша сегодня писатель-журналист Даля Трускеновская. А давайте вспомним, почему у Игоря так все это получилось. Игорь, как журналист, напомним, обстоятельства трагедии, он как журналист пошел выполнять редакционное задание, договорился с несколькими даже, по-моему, редакциями, что он сделает репортаж с концерта группы Алиса в Палладиуме с фотографиями. Он договорился с местными организаторами, пришел, фанаты группы Алиса снимали на телефоны то, что происходит на сцене. Игорь достал свой профессиональный фотоаппарат и тоже начал снимать. К нему подошел директор группы и сказал, что снимать нельзя. Подошли охранники, достаточно в грубой форме как-то так сказали, что нельзя. Он сказал, мне разрешили, сказали нет. Он убрал фотоаппарат и сказал, мне проблемы не нужны. Повернулся и решил уходить. И его затолкали в коридор и дали сзади по голове очень сильно. Он не видел даже, кто это сделал. И он потерял сознание. Вызвали скорую, приехала скорая, он очнулся. Скорая посмотрела, сказала, что ничего страшного и уехала. Приехала полиция, сказала Игоря, что нужно ехать в участок давать показания. Он с друзьями поехал, провел там полтора часа, отвезли его домой. И вот здесь ему стало плохо. И буквально за 2-3 часа жуткие боли, ему обезболивающие не помогали. И тогда он жил с женой. Жена вызвала скорую, приехала скорая, он уже не шевелился. Два кровоизлияния в мозг. Да, и его доставили в больницу, то есть потеряли времени вот 6-7 часов и сразу на операционный стол. И после этого была кома, после этого был паралич, после этого была как это, пластика, черепно-мозговая пластическая, пластика черепа ему делали. Вот. И, конечно, возбуждено криминальное дело, но вот с осени 2019-го года все тянется. И только недавно назначили нового следователя, Игорь с ней встретился и надеется, что каким-то образом дело сдвинется. И Игорю очень помогает узнавший об этой ситуации адвокат Михаил Черноусов. Вот Игорь тоже ему очень благодарен. Вот. И у Игоря нету такого вот какого-то посыла, чтобы он был обижен или он там был одержим жаждой какой-то там мести или там справедливость. Просто он хочет, чтобы такие ситуации не повторялись. Не были возможными в нашей стране. Я хочу воспользоваться случаем и поблагодарить хирурга доктора Озоленю, которая делала Игорю операцию и, в общем-то, вытащила его с того света. Вот мы присоединяемся. Как приятно слышать хорошие слова в адрес наших врачей, специалистов. Их очень много, между прочим. Это действительно с того света она его вытянула. А кто еще помогал? Из медиков? Да. Я знаю, что помогали вот его ну как сказать близкие друзья. Он сказал, вот те родные близкие люди, которые были близкими, они и остались рядом. и у него дома ванная, ну как стандартная квартира серийная. Там все такое миниатюрное в этом доме. Да, и ребята, его друзья, переоборудовали ему. Они разобрали стенку, они вытащили, перевели трубы на другую стенку, установили ему такое пластиковое кресло, которое поднимается, потому что у него работает только правая рука. А там, где были краны, он мог только левый включать. Левый у него не работает. Вот они взяли всю эту сантехнику, перетянули трубы на другую стенку, чтобы он мог действующей правой рукой просто включать кран. То есть вот это тоже дорогого стоит. Да, не то слово. Вот спасибо всем, кто в любых ситуациях остается людьми, это действительно дорогого стоит. Игорь, конечно, не забудет. Это правда. Сейчас мы просто еще раз повторим, что мы желаем ему выздоровления, силы у него есть, и пусть у него остаются эти силы, умножаются эти силы, и если вы сейчас даже просто не имея возможности как-то помочь материально, даже просто подумаете что-то хорошее, пошлете ему какой-то импульс свой, какие-то хорошие мысли, или напишите ему добрые слова на его страничке, кстати, в социальной сети фейсбук Игорь Мэйден, он так и называется там, это будет тоже очень хорошее дело. Все вместе собирается, правда? Да, вполне, он будет очень благодарен, для него это сейчас очень важно, чтобы чувствовать поддержку. Вот слово, оно иногда не менее важно, чем вы как писатель это знаете, да? Знаю. еще, чтобы получить представление о нем, вот что это за человек, в нашей публикации на сайте MixNews.lv в рубрике «Зеленая лампа» есть ссылка на то, чем он тоже занимается в последнее время, чтобы себя каким-то образом, ну вот, держать на плаву, чувствовать какую-то свою там нужность, значимость. Он свои фотографии из разных путешествий загружает в галерее на сайте 500px есть такой ком, у него есть там страница, мы дали ссылку, зайдите, посмотрите, какой невероятной красоты эти фотографии и какой у него действительно глаз к красоте природы. Я такого колориста, в общем-то, раньше не встречала, он так цвет чувствует, как, дай Бог, нашим художникам его чувствовать. Ну вот мы, сейчас наша программа к концу подходит, две минуты у нас буквально осталось, да, давайте как-то так суммируем немножечко, мы очень много говорили про Игоря и буквально там его так показали с разных сторон, очень хорошие стороны, но на самом деле вообще ни один человек, мы считаем, что ни один человек в такой ситуации не должен остаться без помощи, и в принципе, вот зачем эта программа наша существует, чтобы люди понимали, что они не одни в этом мире. Это не всегда можно сделать, не всегда просто это сделать, понимаем, все это понимают, но если есть возможность помочь конкретному человеку, ну, мы считаем, что надо это делать. Не всему миру сразу, да, это вообще нереально. Как вы, Даль, что вы думаете? Это теория малых дел, и это очень правильная теория, потому что попытки помочь всему миру никогда добром не кончались. Напоминаем, что статья про Игоря Мейдена «История Игоря» опубликована на сайте mixnews.lv в рубрике «Зеленая лампа», а также в социальных сетях на фейсбуке на страничке «Зеленая лампа» и на страничке «Микс News.lv» в фейсбуке. Там же в этой статье есть, имеется счет помощи, куда можно перечислить средства, если вы это можете сделать. И еще раз напоминаем, что никогда не берутся никакие проценты или отчисления с перечисленных на счет денег. Все очень строго проверяется и контролируется, и они перечисляются непосредственно в клинику или за лекарства по выставленным счетам. И потом мы отчитываемся, мы каждый день перед вами отчитываемся, сколько собрано денег и куда они будут или были потрачены. Телефон к помощи наш традиционный 93006384 евро 42 цента за звонок. Это была программа «Зеленая лампа». Вели ее Ольга Авдевич и Рита Трошкина и помогала нам наша гость и писатель-журналист Даля Трускиновская. Спасибо вам огромное. И желаем вам много-много новых романов написать. Спасибо. И много-много новых романов. Я бы так точку поставила. И так. Можно и так. Можно и так. Всем всего хорошего. До встречи через неделю.